Нужна ли нам полиция нравы? Ну, во-первых, в какой-то степени она, конечно, нужна. У нас, понимаете, вот в России, я замечаю, всегда крайние меры идут. Либо все против, либо все за, среднего не дано. Во-первых, мне кажется, что совсем на 100% избавиться от такой проблемы невозможно. Ее чуть-чуть поубавить, да, возможно. Я как бы за некую меру. И прежде всего, это опять же, опять же, какое-то внутреннее воспитание людей. Пока есть спрос, существуют предложения. Плюс, мне кажется, у русских людей, у них такой менталитет, чем больше им запрещаешь, тем больше они будут вот это вот все хватать, брать. И здесь как бы очень такая вот, мне кажется, странный должен быть подход. Как бы если совсем запретишь, то это будет как назло еще увеличиваться в 2-3 раза. Если ты как-то вот начнешь более морально воспитывать общество, опять же, молодое поколение, то есть если ты будешь нажимать больше не столько, что вот это плохо, это нельзя делать. Нет, это есть, это будет. Вот, а больше как бы воспитывать в людях какие-то семейные ценности. И большинству семей жить в счастье и понимании, вы знаете, всю жизнь. Вот сейчас вот, мне кажется, процент любви, вот люди, например, женятся в 20 лет, да, и чтобы они прожили до самой старости, воспитав детей и показав своему ребенку пример, что это нормально, что это так должно быть, мне кажется, это вообще, это надо 10% из 100, чтобы так жили люди. Я видела разных в своей жизни, у меня было много разных друзей, и те, как правило, у которых с семьей все в порядке, у которых папа с мамой, это очень большая редкость, прожили рука об руку всю жизнь, вот эти мужчины, они никогда в жизни не пойдут пользоваться услугами проститутки. Однако, те, у которых семьи разбивались неоднократно, для них это норма, менять партнера. А еще, кроме того, что не то, что менять партнера, это измены, это, ну, это разные аспекты. Поэтому, как мне кажется, вы знаете, я жила как-то в центре Москвы, на Новослободской, и там была как раз забастовка против некого человека, я не помню его фамилию, я вообще не в курсе этой всей темы, да, вот, кто там главный, кто не главный. Стояли женщины, мужчины и бастовали, что отпустите наших детей. Насколько я так понимаю, эта проблема в Москве очень высокая. Проституция, и приезжая из регионов в Москву, девочки это выбирают как профессии. Вроде бы сначала легкий заработок, а потом идет наркотики и так далее, и потом уже сложно с этого вылезти. Они кидают университеты и так далее. В этом вся проблема. То есть, мне кажется, это проблема этих девочек, прежде всего. Как бы много людей приезжают в Москву, однако большинство даже не ставит себе галочкой, что такое возможно в его жизни. А какие-то девочки считают, что это почему бы и нет. Вот, поэтому, как мне кажется, вот такую вот откровенную, откровенную вот такую проституцию, вот ее нужно, конечно, срубать под корень. Сразу же. Конечно, она где-то будет, вот там вот, в уголочках, где никто не знает, закрыто. Но, как мне кажется, большинство знают, где это находится. И это, если, если собирались люди, а на Новослободской, значит, понятно, что все знают, что там есть куча борделей. И почему бы это не убрать? Мне кажется, полиция нрава в этом плане очень актуальна.